Американский Гарлем на время переместился в Казань. На уличных площадках столицы Татарстана прошел турнир по стритболу в формате 1 на 1. А вот кто из лидеров кубанского стритбола сумел выступить на этих соревнованиях, увидел Иван Полехин. Читая списки участников турнира, болельщики не понимали, почему там нет главных фаворитов. Игроков Краснодарской пирамиды Ильи Александрова и Михаила Гюнтера. Оказалось, что Илья вызван на сбор главной команды страны. Гюнтер же на казанские баскетбольные корты приехал только в качестве почетного гостя. Но отказать себя в удовольствии выйти на площадку не смог. Душа хочет играть, но пока не позволяет возможности. Правая сетка, так сказать, турнирные таблицы, очень серьезные игроки собрались прямо в одном месте. И вот там и заруба и происходит все. В отсутствие двух лучших стритболистов страны, кубань на турнире представлял лишь Рихард Новосадович. Далеко продвинуться ему не удалось, уступил краснодарец в первом же раунде сопернику из Казани. Сразу после матча признается, не хватило опыта игры один на один и массы, которая в индивидуальной борьбе очень важна. Я просто, это первый год я участвовал. Теперь немножко по-другому летом буду подходить функционально. Попробую вес немножко набрать, потому что все-таки сказывается. Ну и какие-то моменты отработаю свои. На асфальтовой площадке игроки бились только в первых двух раундах. После победители переместились под закрытое небо. Несмотря на то, что мы сейчас переместились с улицы вот под суть вот этого комплекса «Пирамида», все-таки стритбола никуда не делись. Соответствующая музыка, свет и лучшие бойлеры России. Поединки на вылет были очень похожи на боксерские бои, но только весовые категории не учитывались. Причем женские битвы были порой даже агрессивнее мужских. В итоге первой королевой в истории турнира стала москвичка Станислава Федотова. Она буквально катком проехала по всем соперницам. В мужском финале сошлись Давид и Голиаф. Опытный Василий Федосов из Москвы и юный казанец Дмитрий Незванкин. В итоге домашние стены ему помогли, и он одолел соперника со счетом 7-4. Кроме звания короля и королевы турнира, Станислава и Дмитрий получили возможность сыграть против лучших мировых стритболистов на мировом финале. Он пройдет в начале сентября в Тайване. Иван Полейхин, 9 канал, Казань.